Бананы в студию. Сегодня эти экзотические плоды понадобятся тем, кто решит поздравить обезьян с их всемирным праздником. День обезьян отмечают уже 10 лет, и LifeNews решил присоединиться к поздравлениям в лице макаки по прозвищу Иван. В нашу студию ее привели Анастасия Кишина и Светлана Белякова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Представьте вашего питомца. Чем он лично вас радует? Чем он лично для вас такой вот уникальный? Ну он уникальный ребенок. То есть это прям ребенок? Да. Отношение именно такое? Да, абсолютно. Это значит, что младший ребенок, то есть младший в семье, поведение, очеловеченное, естественно, его. А прежде чем заводить такое животное, проходили какой-то ликбез? У нас нет этого, к сожалению. Поэтому это все доходит именно опытом. Мы общались с дейсировщиками, естественно, книги, то есть там у кого и владельцев, кто есть такие обезьяны. То есть, естественно, общались, узнавали. И ничего вас не напугало, скажем, но вот что вызывало сомнения на первых этапах? Сомнения, наверное, то, что это действительно серьезное животное, это не кошка, не собачка, да, то есть это животное действительно, которое может хорошо поранить, да, то есть они действительно хорошо кусаются, они рвут. Поэтому, ну это, наверное, единственное самое сложное, что может быть в их воспитании. То есть спокойная жизнь вам надоела? Да. И именно это стало вот двигателем в сторону Ивана. А скажите, а насколько можно этих животных назвать домашними? Животные? Насколько их можно назвать животными? Животными вообще назвать нельзя. Это ближе к ребенку. Если к нему относиться как к животному, это и будет животное как в зоопарке, как вот дикое, неприрученное. А если будет как ребенок, то оно и ведет себя по-другому. А возраст какой? Шесть лет. Ивану шесть лет. Ивану шесть лет. А есть надежда, что несмотря на свой преклонный возраст, он будет умнеть? Ну, честно, они умнеют. То есть, в принципе, они развиваются до трехлетнего ребенка, до разума. Это сколько должно быть? К десяти годам. К десяти годам примерно, да. Ну, хорошо, а он еду отбирает у вас? Он, в принципе, ест с нами за столом, сам сидит в стульчике, то есть ест ложкой жидкую пищу. А бананы ест? Очень так. Он ест, но он к ним практически равнодушен, можно сказать. А вот мы видим сейчас в кадре, как обезьянка кушает суп. Действительно, вот так все и происходит. А это как раз Иван. Это Иван. Да. Сырный супчик, это его любимый суп. Это его любимый суп. Да, то есть сырный суп, борщ, то есть такие супы он очень любит. В принципе, вообще русский мальчик. Селедку с картошкой. Обрусевшая макака. Да, да, да. А кто обучал его держать ложку? Ну, так как он живет дома, да, и без клетки, поэтому, естественно, он подражает. Мы учим постоянно, как вот надо, ну, для того, чтобы он был именно дома. Все это... Скажите, а вот что касается контакта с детьми, как Иван себя ведет? Один не любит детей. Не любит? Один и все не любит детей. Потому что они их хватают, да? А ревность? Ну, и ревность, и то, что дети все равно будут считать их младше, ниже себя. Он будет показывать, что он сильнее. А вот у нас есть видео заморской обезьянки, которая спокойно играет с ребенком. Посмотрите. Это, наверное, редкость, да? Или это важно, кто первый появился в семье? Да, это просто малыш. Он еще не возымел силу. Он еще не возымел силу над ребенком, но у него все впереди, да? Да, конечно. Он еще узнает, что можно отбирать еду, игрушки и внимание взрослых. Да, естественно. А вот, кстати, игрушки. Что Иван любит? И вообще, что нужно покупать обезьянкам? Любит развивающие игрушки, все детские, да, чтобы, может, там что-то было поковырять, погреметь, пошуршать. Там все пирамидки учится собирать. То есть много разных игрушек он любит. Главное, что не нужно покупать пока планшеты, телефоны, да? Ну, на телефоне он играет. Играет? Да вы что? То есть он понимает, что это? У него своя игра, которую он очень любит. Там мушек убивать вот пальчиком, вот он играет. Да вы что? То есть можно прям дать задание. Ну нет, сидишь с ним, то есть держишь ему телефон, он играет, нажимает, убивает этих мушек, паучков. Зиму-то как переносит Иван? Хорошо. Нормально одевается тепло, да, то есть валенки, комбинезоны, шапки, шарфы, то есть все. Ушанку? Ну да. Вот, гуляем практически ежедневно до минус 20, хотя бы там по 10 минут. Постоянно. А вот мы сейчас видели как раз кадры, и видим их на экране, как играет обезьянка. Что-то похожее происходит? Да, вот как раз Иван там мы учим, ну какие-то так элементарные ему даем трюки, да, чтобы он обучался, чтобы развивался. Ну ему, наверное, нужно постоянно какое-то занятие, просто так ведь он без дела сидеть не будет, это как ребенку. Да, то есть он 24 часа с нами, то есть со мной на работу, по делам. У него нет клетки, поэтому он с нами всегда. А он спит вообще? Да, конечно, он ложится вечером спать. Чутко спит? Ну я бы не сказала, вот наверное в природе они чутко спят, потому что им есть чего бояться. А тут он нет, он прижимается, обнимает и засыпает. Вы знаете, я вот слушаю, и честно говоря, у меня возникает вопрос. Вот столько усилий, наверное, ведь это должно компенсироваться той самой радостью, которую вы получаете, да? Да, конечно. Потому что не оставить, нет надежды, что он самостоятельно будет за собой ухаживать, зарабатывать себе на жизнь. А в чем вот эта основная радость? В какие моменты он, может быть, к вам приходит и помогает, не знаю, справляться с какими-то стрессами, еще с чем-то? Круглосуточно. Сложно, да, сказать, почему и что они добавляют, да, это то же самое, что любое другое животное. У нас животных дома много, поэтому он не один. Ну а на работу не все животные ездят, вот мы с Лоши никого не берем. Ну да, он не остается дома, он не любит один быть дома. Это младший ребенок, да, капризный, маленький, которого не отходят. А вы гуливать его нужно, Иван? Мы гуляем каждый день. Да? Каждый день в коляске, там летом на велосипедах. И как люди реагируют? Ну нормально. В принципе, все адекватно, да. А в общественном транспорте на работу ездите? Нет, мы за рулем, поэтому он сидит в автокресле у меня рядом. Абсолютно привык, как бы он с детства ездит со мной, проблем нет. Ну вообще говорят, что обезьянки это стадные животные, им пара, наверное, нужна. Не подумывайте. Им нужна семья. Семья. Им нужно жить в семье. Ну вот, чем не отличаются от людей, ничем, я же говорю. Не заманили мы на бананы. Оказывается, тут настоящий гурман был в нашей студии. Иван, обрусевший уже такой прям наш. И его владелица, его семья Анастасия Акишина и Светлана Белякова. Академия Альфа «Академия Академия».